Доброго дня, дорогие друзья! Я журналист медиаплатформы ПРУФ и в недавнем прошлом учитель и автор-исполнитель Минзаля Яхина. После последних громких январских событий в Башкортостане многое резко изменилось и в моей жизни. Я поменяла место работы, стала журналистом и не пою в муниципальных учреждениях. За этим следит целая команда. Абсурд в том, что я никогда не высказывалась против действующей власти, а песни были сочинены еще в период правления Рустема Хамитова. Когда я поделилась этими переживаниями с нашей сегодняшней гостьей, она очень спокойно сказала мне одну фразу, от которой я улыбнулась и продолжаю улыбаться, когда начинает накрывать. О ней и о ее мероприятии был репортаж на канале ПРУФов пару недель назад. Сегодня мы с ней беседуем. Все, что мне нужно для того, чтобы я назвала имя нашего гостя, это ваш лайк и подписка на наш канал. Успели? Итак, у нас в гостях независимый финансовый советник Фатима Янбаева. Саляму, Фатима. Рамадан мубарак. Рамадан мубарак. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Thank you. Саляму алейкум. Саляму алейкум. Фатима, мы с тобой будем сегодня говорить на русском языке. Это будет очень странно. Я с тобой привыкла на вашкирском общаться. Это непривычно. На медиаплатформе у нас очень много русскоязычных телезрителей, поэтому мы говорим на русском. Хорошо. Юлдар, не секнись келепиттым. Алла-майндэ. Алла-мам. Шулай. Кайф тар кыр, аллаха шикар. Аллаха шикар. Элягат башлаек. Очень крутая профессия, финансовый советник. Мне представляется такой чиновник, вот с такой лентой, вот так вот, да, советник. В чем заключается твоя работа, твоя деятельность? Ну, от чиновничества, так можно сказать, это очень далеко. На самом деле, это работа с людьми. Вот так вот, тет-а-тет. Допустим, у тебя есть запрос, Фатима, я не умею копить деньги. Или, Фатима, у меня много денег. Ты считаешь мои мысли сейчас. Это просто очень популярный запрос. Я не одна на этом свете. Ты не одна, да. Я даже скажу, что по статистике у более чем 70% населения России нет финансовой подушки, нет накоплений. Даже больше, скорее всего. Вот. И если, допустим, запрос наоборот, может быть, совершенно другой, это у меня много денег, я не знаю, как их сберечь и приумножить. То это тоже ко мне. В основном, даже вот со вторым запросом я больше работаю, потому что... Если со вторым запросом, можешь ко мне еще отправлять. Если у меня много денег, мы тоже найдем, что с ними делать. Да, ну, кстати, да. Это шутка, естественно. Да, серьезно? Вот. То есть, все связано с деньгами, с распоряжением деньгами, с приумножением их, с помощью ценных бумаг, акций, облигаций, фонды. Ну, в меньшей степени облигаций, потому что я больше стараюсь сейчас по шариатским стандартам идти, там, по халяльной инвестиции. Ну, область моих интересов становится больше. Недвижимость, например, да, через недвижимость, как российскую, так и зарубежную. У меня самой там два объекта за рубежом. Вот. То есть, много раз... На самом деле, огромное количество, куда можно деньги вложить, приумножить. Были бы деньги у людей. И вот с такими клиентами я работаю. Но бывает так, что наоборот, да, то есть копить надо, учиться. С такими запросами я тоже работаю. Уже там больше населения, да, такая массовая, у меня есть массовые тоже курсы, где вот челленджим и копим, учимся, учимся в финансовой грамоте. Вот. Все для того, чтобы... Дело в том, что деньги же, они пронизывают всю нашу жизнь. Да, это материальный мир и деньги, это прям очень сильно напрямую взаимосвязано. И вот в этом конкретном ключе мне хочется привносить благо в теме денег, мышления денежного. Вот. Этим и занимаемся. Очень интересно и чуть-чуть такой провокационный вопрос будет, когда вот я разговариваю с психологом, допустим, да, и она нам рассказывает про благополучную семейную жизнь. Я спрашиваю, а вы сами замужем? Я сейчас также задам тебе вопрос, какой у тебя доход? Ну, тогда вопрос будет более правильный. А ты инвестируешь, а ты сохраняешь деньги, а ты умеешь копить? Вот по поводу меня, да, лава шикар, вроде как научились этому. Поэтому тоже с этим навыком не родилась абсолютно, потому что было вот в студенчестве, например, да, когда начинаешь свободную жизнь. Я училась в Москве, уехала от мамы, да, то есть мама в эфир осталась, я в Москву учиться поступила, в высшую школу экономики. Естественно, свои деньги начали появляться, мама карманные расходы дает, и там просто началось, конечно, денег не хватает, да, то есть я через это все сама прошла, и это настолько нужно, как бы переключить мышление, чтобы научиться вот не только потребительствовать. У нас мир сейчас, он, мир потребительства, да, 100% денег уходит на потребительство, а переключить мышление на то, чтобы научиться еще и сберегать и оставлять, потому что вот если спросить, а что самое стабильное, у нас же люди, психология такая, что мы ищем стабильности и спокойствия, и деньги как бы это какой-то гарант, да, но дело в том, что несмотря на то, что последние 5-10 лет мы в России пережили столько всего, и в пандемию дома сидели, и места работы лишались там, да, и СВО, и другие там, и кризисы, и вот сейчас у нас там высокоключевая ставка, рынок недвижимости встал, то есть вот постоянно что-то происходит, и единственное, что гарантировано в этом мире, это нестабильность, это вот эти кризисы, да, но, к сожалению, у нас людская природа такая, что мы все время не подготовлены к ним, хотя они всегда происходят, и они всегда будут происходить, это самое гарантированное, стабильное, это нестабильность, это кризисы, даже в экономике есть циклы Кондратьева, да, то есть это спад, падение, спад, падение, ВВП, инфляция, вот, и раньше эти вот волны Кондратьева, циклы Кондратьева, они были реже, там, каждые 20 лет, сейчас они прям нас мотают, мы как в турбулентности, там, каждые 2 года, да, то есть мы вообще спокойно вообще живем, нет, и, соответственно, чем... Судя по тому, как мы беспричинно с тобой улыбаемся, давно уже не очень все хорошо, а что остается делать дальше? И, соответственно, самое большое противоречие в том, что мы знаем, что всегда будет так нестабильно, но все время мы к этому не готовы, и хочется перестроить, да, то есть с помощью как раз-таки финансовых советников, работы с населением, с финансовой грамотой, и не только финансовые советники этим занимаются сейчас, все чаще и чаще есть центры, там, финансовые грамоты для населения, слава богу, и в школах, да, сейчас финансовая грамотность начала преподаваться, вот, это вот цель перестроить мышление, чтобы не было такого, что мы все время не готовы. У нас всегда должна быть какая-то заначка, да, желательно, мы ее называем финансовую подушку, там, на 3-6 месяцев жизни, чтобы эту турбулентность прожить. И это же не просто так, то есть, все знают, что нужна финансовая подушка, все знают, все там в интернете все читают, все такие, этот, знающие, продвинутые, но никто, ну, вот, мало кто это делает, потому что мало кто действительно понял значение этого, а те, кто поняли, они это делают. Ну, вот, это просто мышление. Недавно я курс вела, и одна женщина, она предприниматель, хорошо зарабатывает, она говорит, я все это знаю про финансовую грамоту, я, как бы, разбираюсь, но я никак не могу воплотить это в жизнь, я все трачу подчистую. Почему? Помогите! Я говорю, ну, честно, если честно, дело только в мышлении, в психологии. Если вы получаете знания, и ваше сознание не способно, ну, не применяет их, да, то есть не внедряет в жизнь, то значит, проблема уже с подсознанием, да, то есть мы же управляем и программами, как бы, много чего не осознаем, и вот в подсознании, скорее всего, есть такие, как у нас модно сейчас говорить, установки, да, детские травмы, да, 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 которые мешают это все применять к жизни, то есть это как, допустим, двигаться против бушующей весенней реки, да, то есть ты не можешь справиться, потому что эта сила настолько большая, то есть вот эти установки, которые, и выгоды какие-то, да, скрытые того, чтобы не копить, не приумножать деньги, и с этим, конечно, совсем нужно разбираться. Вот, поэтому я хочу сказать, что мы не всесильны, даже вот финансовые грамоты, то, что сейчас, да, финансовые советники, там, центры финансовой культуры, вообще не всесильны, потому что, если честно, вот, надо работать с подсознанием, с головой, а это уже вне сферы нашей компетенции, вот я сейчас свою болевую точку даже, наверное, обозначила здесь, что как бы ты ни работал, все равно люди идут по стандартам своим уже сценариям. Буквально несколько дней назад вышла в эфир передача с психологом Римой Бухарбаевой, и как раз-таки проработки всех проблем на подсознательном уровне – это как раз к ней. Если нужны ее контакты, мы оставили там в экране, нужно просмотреть эту передачу. И про высшую школу экономики, Фатима, мы должны были начать с этого. Я как бы допустила оплошность и должна была узнать, какое у тебя образование финансовое. Теперь я знаю, что высшая школа экономики в Москве и… И Бауманка еще. А там? А в магистратуре МГТУ имени Баумана инновационное предпринимательство. Я еще училась бизнесу. Супер! Таких специалистов в Башкортостане сколько? Ты одна? Нет, я думаю. Да нет. Вы как-то общаетесь друг с другом? Нет. У тебя были однокурсники из Башкортостана? Да. Были? А, ясно. Ну, это радует, что у нас есть такие специалисты. Все, что ты сейчас применяешь, тебе, значит, дали еще в университете. Да, еще в Москве, потому что в школе экономики я как раз училась на факультете фондового рынка, рынка инвестиций. Тогда это еще было не так популярно, не так массово, так скажем. Сейчас у нас инвестиции доступны каждому, такие сленги популярны стали. Тогда инвестиции были, ну, так скажем, для избранных, у тех, у кого деньги есть. Вот, а сейчас вот уже как массовый продукт инвестиции стали. И тогда я не продолжила эту деятельность, потому что не видела применения, мне не хотелось работать в компаниях. Я там поработала в нескольких компаниях. В Альфа-Капитале работала, в Деллойте работала. Даже, ну, скажу, что еще помощником депутата работала, но это не совсем по специальности. Вот, и тогда еще не было популярно, вот эта вот профессия не была финансово советник, сейчас вот их больше. И вот я вот увидела, вау, так и здорово, можно вот так вот этот отец с человеком работать, консультировать его, курсы проводить, при этом работая на себя. Да, мне всегда хотелось с детства просто такой свободы, мне больше откликается фриланс и предпринимательство. Вот, и вот нашла, как бы в этом очень удачно сплелись и образование, да, вот мое московское, и сфера интересов. Сама я инвестировала с университета, а в восьмом классе вообще Роберта Киасаки впервые прочитала, то есть бизнес-книги, вот эти вот по инвестициям, по финансам. То есть мне всегда это было интересно, и вот сошлось с формой работы с фриланс-предпринимательством. И очень искусно, правильно связываешь с религией, это ты сама придумала, или что это, или Аллах тебе не спасла вот такое явление? Ну все же от Аллаха. Ну у меня творческое мышление, и вот как-то, и аналитическое вместе, и вот как-то оно мне само пришло, я не говорю, что возможно кому-то не пришло, обычно хорошая идея приходит не одному человеку, скорее всего это кто-то тоже придумал, вот, но мне так нравится, вот именно подход я заметила, и мне однажды просто подсветили это, что, Фатима, ты ко всему относишься как к вкладу, то есть, например, я всегда, если, допустим, провожу мероприятие, то я все оцифрую, напишу, чтобы это можно было повторить без меня, ну то есть, систематизировать люблю, да, и, ну, ничто, нигде нет и срафа, что ли, вот как я вижу, сурманский термин, то есть, ничто не тратится, то есть, любой опыт я стараюсь систематизировать, и чтобы его можно было повторить и без меня, и вот, и также вот курсы люблю записывать, да, чтобы вот эти знания, они тоже оцифрованные и передавались в таком легком, в легкой такой интересной подаче, и вообще этот, ну то есть, этот подход ко всему, как ко вкладу, то есть, к своему времени, вот, допустим, я сижу в декрете, у меня мама двух девочек, да, и сижу в декрете и понимаю, что можно два подхода, да, иметь, то есть, первый подход, я устала, у меня каждый день день сурка, ощущение, что жизнь проходит мимо меня, да, и второй подход, я сейчас инвестирую свое время, свою энергию в своих детей, то есть, все, что я сейчас делаю, оно может, оно окупится, да, то есть, дети же все запоминают, они вот, один случай, там, пять лет назад был, им было два года, там, для полтора, они это вспомнят, то есть, и время, которое ты проводишь, как ты проводишь, каждое слово, и вот, вот эта каждая секунда, которую мама проводит с детьми, это же тоже вклад, это инвестиция в них, и вот если относиться не как ко дню сурка, как к инвестициям, то есть, уже возвышенность, то есть, твоя каждая секундная жизнь, да, она становится какая-то осознанная и возвышенная, она становится вот полна любви, и вот она такая уже между небом и землей такая вот уже, вот, и мне нравится подход, что вот наша жизнь сейчас, вот, в которой мы сейчас проживаем, это, я люблю называть, это демоверсия вечной жизни, или там, пробная подписка на вечную жизнь, да, то есть, мы пробную подписку, вот, ограниченное время, и как только человек умирает, получается, что все наши деяния прекращаются, и мы уже ничего не можем сделать, мы не можем ни прибавить, ни убавить, все, все, то есть, это настолько, я думаю, что ощущение, что, ну, такое дурацкое, да, что ты уже ничего не можешь подделать, все, поезд ушел, и, соответственно, только три деяния, да, будут тебе давать вознаграждение даже после твоей смерти, это вот Саддакат Ульджария, который мы делаем, это мы строим школы, мечети, да, мосты, и то, чем люди будут пользоваться даже после нашей смерти, каждый раз будет для этого капать вознаграждение, это благонравные дети, опять-таки, возвращаясь, что время, проведенное с детьми, это инвестиция, дети, это актив, да, который, вот мы, если финансовые терминологии брать, актив, который потом даст пассивный доход, но пассивный доход не в виде денег, а именно в виде аятов, которые они прочтут потом, они будут прочтут, да, добро, которое они будут нести, знания, которые они будут нести, да, иншалах, конечно, и третье, это знания, которые мы несем, то есть даже вот сидя здесь, мы сейчас, иншалах, если это является благом для людей, да, то это тоже будет как вознаграждение, потому что люди, допустим, послушали нас, эти идеи, друг с другом обсудили, подруги рассказали, с мужем обсудили, и это как эффект мультипликатора, в экономике тоже есть такой эффект мультипликатора, когда, вот, получается, по геометрической прогрессии это распространяется, да, вот, это тоже есть, и, конечно же, благо в этом есть, то будет как вознаграждение, и как же здорово, что не только в финансах можно зарабатывать пассивный доход, создавая активы, но и в нашей вот этой вот пробной жизни можно создавать активы в виде деяний, видишь материальных каких-то объектов, да, которые будут тоже приносить пассивный доход, уже тогда, когда ты уже ничего не сможешь сделать, вот. Спасибо. Я это называю инвестицией в вечную жизнь. Да, здорово. Мой издатель Рафа Гореевна, увидев название нашей передачи про твой капитальный ифтар, осознанная молодежь сказала мне, что это очень странное название. Я сейчас объясню и ей, и зрителям, на самом деле, вот, в твоем лице, в лице мамы, жены, финансового советника, красивой женщины, активной, башкирки, я вот думаю, что вот осознанная молодежь Башкортостана, она вот в твоем лице олицетворение ты. Ты являешься олицетворением той осознанной молодежи, которую я хочу видеть в нашей республике. Давай поговорим еще раз о вашем доходе и семейном бюджете. Супруг Талгат и Фатима, двое детей, есть большая семья с родителями, я знаю, что вы очень дружно живете. В вашей маленькой семье финансами заведуешь все-таки ты или Талгат? У нас раздельный, скорее, не раздельный, а смешанный, смешанный тип бюджета, то есть он зарабатывает, я не знаю, сколько и куда это все уходит, я зарабатываю, он тоже не лезет, и за это я благодарна, ну, как бы то, что абсолютно свобода, мои деньги – это мои деньги, вот, но иногда, когда хочется, я могу там скинуться или могу детям что-то сама взять, да, и он тоже, как бы, вот, абсолютно свобода, но иногда бывает, что мы копим вместе, допустим, вот, чем я очень сильно горжусь, в прошлом году нам удалось родителей, получается, моя мама и его папа и мама, мы их отправили в Мекку умру совершать, и вот тогда мы скинулись. И здесь я хочу очень такой, это был такой для меня классный урок, потому что это было с моей подачи, Аллах Ваше Куринде, и так здорово, то есть, что тогда у него не было возможности, и вот как только вот намерение сделали, да, я его зарядила, давай, у нас получится, давай, там, у тебя есть две недели, там, недели, две недели заработать, он столько, вот, ты у Алинышу суммановной, ровно вот столько, сколько надо было, он этот перечислил, да, то есть, вот, очень много все-таки зависит от женщины, и не зря говорят, что женщина – это шея, откуда повернем туда и повернуться, поэтому, ну, заряжать, быть заряженной, очень важно, конечно, женщине, и чем больше аппетита у женщины, тем, конечно же, мужчины больше зарабатывают, да, ну, конечно, мужчины разные бывают, бывает, что не получается, там, и так далее, но… Это женщина виновата. Ну, больше мужчины сам по себе просто, ну, нет интереса к этому, разность же, но вот в большинстве случаев, если вот адекватно все, да, в семейной паре, то женщина заряжает, мужчина зарабатывает. Спасибо. Итак, говоря о семейной жизни, начало вашей семейной жизни с Толгатом ознаменовано самым громким событием – это ваша свадьба, которая гремела на всю республику, очень красивая, все были в национальных костюмах, да, я подозреваю, что это твоя идея опять, да. Да, да. Давайте вспомним и про эти открыточки, которые потом размножили, чьи дети там? Не ваши же. Да, в WhatsApp, вот, в других мессенджерах каждый день семьи распространяют вот эти открытки, где мы с моим супругом, наши фотографии со свадьбы и двое непонятных детей, ну, двое прекрасных, красивых детей, просто не наших, но этим открыткам уже лет пять, тогда еще у нас только один ребенок был, поэтому непонятно. Я говорю, Толгат, надо нам это, новую фотосессию сделать, чтобы уже на день семьи уже нормальные наши фотографии с нашими детьми распространяли. Тем более, что проблемы с фотосессией теперь у вас нет, Рушана прекрасно снимает фотографии, это нужно обязательно обновить информацию. Ну, кстати говоря, не только открыточки, то есть у нас изначально было намерение, вот, здорово, вот, какая же сила намерения, вот, да, у нас было благое намерение с мужем показать, что никахи можно проводить громко и красиво. То есть обычно же башкирцы, ну, не башкирцы, а вообще в целом никахи, это собраться ради галочки для старших родственников в мечети, обозначиться, да, но вот опировать, пышную свадьбу делать, там, миллион рублей надо накопить, кредит взять, и вот именно свадьба, где там все, ну, танцуют, там, поют, гуляют, там, и так далее. А нам хотелось сместить фокус на никах, то есть у нас это был башкирский никах, то есть первая половина дня у нас была вот эта вот сама процессия в национальных костюмах всем известная, а после обеда уже мы, у нас был банкет, естественно, безалкогольный, тоже было весело, были и песни, и танцы, все башкирское стиле. Громко и шумно. Громко и шумно, у нас выступали Аргамак, у нас выступал и Зайниддин, вот. Очень всем запомнилось. И самое классное, что вот это вот намерение, настолько оно было сильное, и, видимо, хорошее, что особо без наших сильных усилий к нам присоединились наши друзья, фотографы, видеографы, кто-то, то есть, со скидкой большой нас отфоткал, то есть у нас бюджет свадьбы, несмотря на всю его пышность, там, ну, 1150, вот так вот, 200. Сейчас же за миллион проводят свадьбы, да, у нас вот, нам удалось, потому что у нас есть вот эти вот творческие друзья, которые нас поддержали, и вот одна из них, это Гульнас Галимулина, Гульнас Макиева, которая сделала целый фотопроект. То есть она начала, вдохновилась нашей свадьбой, потом сделала еще очень много разных классных фотографий национальных костюмов других красивых женщин, мужчин, семейных пар, и выпустила очень много разных продукций, там, календари семейные, выставка семейная, Маниста называется ее выставка, она по Европе покаталась, она в Москве, на Тверской, ну, прям, ну, выставка была, да, но она постоянно проходит в метро, мы висим, нам постоянно скидывают, то есть, вот, благое было начало, лавашек, кэр, вот, просто. А у вас не было на том вагончике в метро, который от республики? Мне кажется, нет, я бы знала. Книжка, кстати, выпущена про башкирские обряды, на обложке фотография с нашей свадьбы тоже, то есть, вот, вот, реально, если благое намерение, оно сильное, Аллах Тагаля вот так вот берет и просто поддерживает, и просто сам несет, как бы, все само легко так происходит вообще, вот, это как раз таки, просто свадьба была уже 7 лет назад. Ну, друзья, это тоже инвестиции, то есть, вас друзья поддержали, потому что до этого вы вкладывали в них свою душу, скорее всего, да? Возможно, да. И нужно сказать, что после вашего пышного никаха у нас сейчас моднее проводить никахи, и они безалкогольные, и это очень радует, и это также весело, никто до конца не устает, все адекватные и очень веселые никахи, потому что я и сама проводила эти никахи, и здорово, и это нужно продолжать молодежи, надо переставать гулять свадьбы, а проводить шумные никахи, желательно с национальными костюмами, да? Да, финансы поют, романсы, хочется сказать. Не могу с кредитки вылезти, вот у меня сейчас проблема. Есть кредитная карта, которую ее вроде бы чисто физически я могу уже закрыть к этому времени, да, там, льготный период есть, но у меня не получается где-то что-то. Вот сейчас еще платную дорогу открыли, опять. Это нехватка, это опоры. То есть кредитная карта для тебя сейчас это как опора твоя финансовая, она выполняет роль финансовой подушки, по сути. Но здесь, кстати, психологический тоже момент, то, что когда нет какой-то внешней опоры, допустим, вот в детстве у кого-то отца не было, например, да, то есть не сформирована внешняя опора, и из-за этого нет внутренней какой-то вот опоры, и поэтому там кредитная карта и долги в целом, они выполняют роль опоры как бы вот финансовой. Вот, ну это очень сложная такая тема, на самом деле, я разбиралась с этим, потому что у меня тоже такая проблема была. И там наслаивается тоже очень много всего, например, желание избавляться от денег почему-то. Надо все время избавиться, потому что деньги это опасно. Желание, да, какой-то опоры, ну то есть нет внутренней опоры, поэтому кредитка. Желание на кого-то опирать, нам всегда нужна какая-то опора, если ее нет внутри, если ее не было там в детстве, например, сформировано, то вот она кредитка, пожалуйста, да, то есть всегда есть деньги, всегда можно оттуда забрать. Дай мне три совета, как мне быстро выйти из этой кредитной карты. Тебе надо кремль и махарбаевый. Или другому психологу, который работает именно с деньгами, с родовыми установками, я бы сказала вот это, да. Ну и если по финансовой части, то потихоньку можно, кредитный лимит, то есть у каждой кредитной карты есть лимит определенный, например, 100 тысяч рублей, да, то есть насколько вам позволено использовать деньги, потихоньку можно уменьшать этот лимит, то есть писать в чат поддержки и говорить, пожалуйста, уменьшите мне лимит до 90 тысяч. Они почему-то предлагают, наоборот, увеличивать. Конечно, им же хочется, чтобы ты все больше в долги влезала, да. Вообще банки это нам не друзья, если честно, то есть это... Я понимаю, да. Вот, и потихоньку там 80, 70, 60, то есть потихоньку. Я вот против кардинальных действий, потому что если, бывает, люди разрезают кредитку такие, торжествуют, а денег-то на следующий месяц нет, подушки еще нет, нет, не сформированная финансовая подушка, и все равно человек возвращается в эту тему, поэтому нужно лучше потихоньку-потихоньку закрывать и потихоньку копить параллельно, да, учиться 10% хотя бы с каждого дохода отчислять на отдельный счет. Кстати говоря, в банковских приложениях есть автокопилки, которые, если ты сама забываешь, допустим, 10%, бывает, что вот у нас фрилансеры, допустим, массаж делают, да, и тяжело же вот с каждого клиента с 2 тысяч каждый раз 10 рублей куда-то отчислять. Автокопилка подключается, там она есть, ну, не буду сейчас рекламировать банки, она в каждом почти банке есть, автоматически перечисляется на накопительный счет, и там они копятся. А если вы по халяль хотите, то лучше не на накопительный счет, а на отдельный счет, где нет начисления процентов на остаток. Своими руками перечислять. Да, да, да. Ну, сейчас есть, кстати, разные продукты. У Сбербанка есть тоже халяльные карты, выпускаются Адафа, и, по-моему, называется. У Акбарсбанка есть халяльные карты, то есть, если вы не хотите, вы вообще хотите вот прям чисто-чисто, вообще только халяль, вот, есть такие варианты. Но систему халяль-банков я понимаю, потому что они продают дороже, и тот процент уже включен в стоимость квартиры. Зачастую халяль-продукты, да, они, квартиры получаются дороже, но зато карма твоя ничем не очерняется. Ну, по сути, если так посчитать, даже при стандартной ипотеке квартира уже намного дороже получается, то есть бывает, что два раза. Просто мы это не ощущаем, потому что мы платим 30 лет эту сумму, и многие не смотрят даже кредитный договор. Вот они видят сумму, ага, там моя квартира стоит 10 миллионов. А вот там в конце, к концу, вот там огромный график, да, там на три страницы за 30 лет сколько платежей будет, и в конце на самой последней строке обычно написано, вот твоя квартира стоила 10 миллионов, ты еще дополнительно процентов заплатил 15 миллионов, и по сути твоя квартира 25 миллионов уже, да, через 30 лет. Поэтому просто в халяле ипотеке все... Уже два спорта стоит. Явно, да, да, да. После недавних событий Танксулпан Буракаева, получив порцию давления, посоветовала мне одну вещь. И мне, и она советует это всем башкирам, говорит, надо заниматься бизнесом, чтобы не зависеть от бюджета и от других людей. Как ты думаешь, я смогла бы заниматься бизнесом? Конечно. Конечно. Вообще-то я так уже говорю лет 10. Всем так говоришь? Да, ну вообще вот эта фраза впервые для меня прозвучала от Азамата Вайол Дажбаева, когда у нас был Яшлик, Яштерфорума в Челябинске, я в прошлом очень активный общественный деятель молодежный, вот, и там он говорил, ребята, не надо ни от кого зависеть, создавайте бизнесы, создавайте свое дело. действительно вот наша вот общественная молодежь, у всех что-то, какой-то бизнес есть, вот. И Альфир Эльбактин, который был раньше СБМ, 74-человеческая область, у него свой бизнес, маркетинговый агентство, мы иногда так общаемся по делу, вот. Многие, кто вот на наших уфо-форумах тоже участвовал, допустим, вот там Ян Габитов, у него там флетшеринг, да, то есть молодцы, ребята. То есть, ну, кстати говоря, я что заметила, если у тебя общественный мозг, то есть общественный проект, привык делать социальные проекты, то, в принципе, перейти в бизнес проще, потому что ты же уже привык создавать проекты, искать под это там финансирование, структурировать, да, бизнес, ну, какие-то бизнес-процессы прописывать, и ты просто перекладываешь на коммерцию, и уже получается бизнес. Вот, поэтому, да, я тоже тогда еще решила, что, ну, я же не тогда, а еще в школе решила, что я буду в предпринимательство уходить, и сейчас намного проще, действительно. То есть, можно проще высказываться, да, допустим. То есть, все равно у нас постоянно тоже в республике каждый год-два что-то происходит, к сожалению, и каждый раз ты заметила, что одинаковый сценарий, то есть, происходит что-то такое, люди начинают друг на друга нагонять, даже не нужно бояться правительства, люди сами себя друг друга съедают, сосед соседа там, друг друга, те, кто вместе работал, коллеги друг друга, да, и вот, ну, вообще... И зачастую на пустом месте. Да, ну, это навс, то есть, это страх, тревога, порождает, как бы, бессилие, бессилие вскрывает наш навс, и все там, короче, все наши человеческие пороки, они прямо на виду. Знаешь, что постоянно? После всех этих событий мне нельзя петь. Вот это постоянно. До смешного доходит просто. Вот, и такой сценарий, что друг на друга начинают кидаться, это очень-очень плохо, я считаю, потому что, когда надо объединяться, у нас друг на друга кидаться начинает. Вот, это мы к чему сейчас начали? А, ну, к тому, что... К бизнесу. Да, то есть, бизнес дает все равно какую-то независимость. Конечно, она неполная, потому что мы платим налоги, нам нужно отчитываться, какой-то бизнес... Если ты большой бизнес, мы живем в обществе, в стране, естественно. Да, да, да. Ну, вот, малый бизнес более выгодно иметь, потому что, если большой, то уже начинается... Сейчас у нас тренд тоже, да, большие, особенно инфобизнесмены, попадают под опал. Ну, то есть, до какой-то поры можно спокойно работать. Но если ты уже с очень большой становишься, там, конечно же, вопросы. Да, к сожалению. Там уже тобой начинают интересоваться. Да, да, да. Более серьезные люди. Есть такая тенденция, что среди башкир бизнесменов меньше, чем среди татар или русских. Мне так кажется. Я сейчас ошибаюсь или нет? А кто знает, мы же статистику не ведем. Вот чисто вот среди моих друзей, например, больше бизнесменов русских, татар, евреев, а башкир меньше. С чем это связано, как думаешь? Ой, тут, мне кажется, может быть, наслоение многовековых наших устоев. С чем может быть связано? Я могу связать с исторической передачей, просто башкиры – это не городолюбивый народ, нам говорил Рафаэль Ассалгуржин, и мы недавно начали урбанизироваться. Вот сейчас башкиры, по-моему, переживают именно тот момент, и начинают урбанизироваться, осовремениваться, изучать новые веяния, и как-то входить в эту систему уже и развиваться, идти вверх. И вот сейчас, наверное, нужны твои слова нашей широкой общественности. Наверное, важно будет нашим соотечественникам услышать от себя советы, как не бояться прийти в бизнес и быть независимыми. Ну, я вообще связываю, я очень сильно согласна с тем, что у нас все равно аграрное общество, ну, башкирское я имею в виду, и в этом тоже, это прекрасно, потому что даже в аграрном обществе можно делать бизнес, то есть сельское хозяйство. Я сама такая думаю, так, есть очередной катаклизм, чем я буду заниматься? Выращивать картошку? Выращивать, да. Агрокультура – это всегда будет нужно, люди всегда будут что-то кушать, где-то жить и что-то носить, да, одевать. Дрова еще нужна России. А? Печка и дрова. Да. И вот даже, кстати, в акциях, да, вот, если посмотреть, есть отрасли, которые не проседают в кризис. Это обычно потребительские, потребительские отрасли. То есть, там, в пандемию мы сидели, но супермаркеты, ну, то есть, акции, там, магниты, пятерочки, они, как бы, росли, да, телекоммуникации, они не проседают обычно в кризис. И вот по такой же логике есть, ну, действительно, отрасли, которые, они стабильны, и ими, ну, мой мозг, который тоже ищет стабильности, да, такой, если что, огород. Вот, а я еще связываю еще дополнительно с тем, что Ну, то есть, вот, настолько постоянно гонения, как бы, да, то есть, постоянно войны были, да, то есть, у нас уже наслоилась вот эта вся, мне кажется, подкорки история, там, не высовывайся, это небезопасно, вот, вланнащик и рит, довольствоваться с тем, что есть, что у нас люди начали к этому привыкать. То есть, возможно, в каком-то возрасте происходят, какие-то всплывают амбиции, да, но потом они либо утихают, а либо, может быть, у родителей недостаточно амбиции, что и детям, в принципе, ничего не надо, да, вот. Но хочу сказать, что у нас очень классная программа была в свое время правительственная, да, когда отправляли детей из глубинок башкирских детей в Москву. То есть, я сама поступала в университет в Москве, но дружила я очень сильно, вот, наш молодежь студенческая из сел, деревень, и они такие сейчас проработанные, умные, работают в крутых местах, вот тебе социальный лифт, вот тебе даже булмаган ерингдан амбиции ларгейлипсарайвит. То есть, родители, может быть, до конца не понимали, но хотя им надо отдать должное, что это большая смелость отправить детей в Москву, в Питер, может быть, у тебя не так много денег, может, там ты никого не знаешь, просто на доверие. ларгейлипсарайвит. Вот, и это дает свои плоды. И я хочу сказать... Акмулах, башкуртарам, ухалкаряк. С этого надо начинать. То есть, последние события дали мне лично понять, что Бедга, башкуртарам, надо заниматься просвещением, особенно политическим просвещением, политэкономика, политология, да. Кстати, у нас очень многие ребята, вот, кто комментировал в эти последние события в соцсетях очень грамотно, да, вот, один из них, ладно, скажу, Азамат Лукманов, например, да, он тоже вот через вот эту программу, уезжал в Москву, и он окончил финансовый университет при правительстве Российской Федерации. То есть, просвещение, вот, Акмулаху и Двери, они вот всегда вечные. То есть, вот надо с этого начинать, как общество, вот эти тектонические плиты, чтобы начали сдвигаться в нашем обществе, чтобы мозгу нашему тектонические плиты начали сдвигаться, надо начинать с образования, с малых лет, вот, не бояться детей отправлять в интернаты, там, да, наши лучшие, там, Аулдагана, Укатмаска, Барберы, мне кажется, надо все-таки стараться. И в университеты, вот, Москва, Питер, и желательно вместе в сообществе с молодежью Башкортостана, потому что, чтобы они не ушли какие-нибудь другие темы, но все равно ты, да, друг друга смотрели. Да, друг друга смотрели, чтобы сохранили нашу аутентичность, наши традиции. Кстати говоря, у них будет в этом яркая потребность, потому что, вот, я сама на своем примере, я всегда росла в башкирской среде, но только попав в Москву, я действительно полюбила от всей души свою башкирскую культуру, свой язык, и там это происходит абсолютно с каждым народом, очень многонациональный город Москва, да, у нас мы все общались друг с другом, и всем, кто попадал в большой город, мы в этой огромном, в мегаполисе, в этом мы хотим найти кого-то своего, и мы тянемся к своей нации. И вот я сама начала проводить там активное мероприятие, да, для наших башкир Москвы, и втянулась, и вот все вот, короче, действительно любовь к своей родине начинается, когда ты от нее уедешь. Вот это я поняла. Ассоциация студентов, по-моему, существовала. Да, вот я тоже там была, да. Ассоциация студентов и аспирантов в Башкортостане, в Москве и в Санкт-Петербурге, это как раз те ребята, которые по программе уехали учиться в Москву-Питер и закончили достаточно хорошие университеты. Вы сейчас наблюдаете? Сейчас эта ассоциация работает? А там ребята сами, конечно же, у них есть самоуправление, они там проводят мероприятия, да. Ну вот, а с теми, кто в свое время мы общались, иногда видимся, да, всегда теплые эмоции испытываем к этому, к другу. Так, мы заканчиваем нашу передачу словами Ахмулы и ваших вторых. Кстати говоря, о грамоте финансовой, оставим контакты на экране, чтобы люди могли тебя найти, подписаться. Хорошо, да, в Инстаграме можно. В Инстаграме есть. Подписывайтесь на канал Фатимы Янбаевой и профы РФ. Я Минзеля Яхина, мы говорим вам. До свидания.